Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина. Я Таролоки Практики. Сегодня мы с вами гадаем на очень интересную тему на двух колодах. Это тема, что спешит в вашу жизнь и для вас послание ангелов или вашего ангела-хранителя. Использовать мы будем Таро Шепсей Керо и, естественно, Таро вашего ангела-хранителя или Таро ангелов. Смотрите, сегодня Старый Новый Год, 14 января, и, конечно, продолжаются святки. Поэтому, когда бы вы ни открыли это видео, оно проведено в святке, то есть оно очень правдивое. И, конечно, действует это гадание в любой момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, оно у нас проведено в святке, заряжено, да, 14 января, Старый Новый Год. И, конечно, вы можете его смотреть в любой момент и получать свои послания. У нас будет пять позиций по одной карте, что спешит в вашу жизнь. Потом мы их, возможно, будем докладывать. И, естественно, послание от вашего ангела-хранителя обязательно или от ангелов небесных вам будет Таро ангелов. И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению, на ритуалы. Пишите мне в Вайбер, Ватсап, ВКонтакте, в Инстаграм, в Телеграм. Я вам отвечу, сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами поработаем. Вот у нас первая позиция, вторая, третья, четвертая и пятая. Это горный хрусталь в этот раз. Что спешит в вашу жизнь? И напоминаю, что вы можете ставить на паузу, выбирать, потом переходить на свой тайм-код. А мы начинаем. Мы начинаем с первой позиции. Яблочко из полосатого оникса кто-то выбрал. Что же спешит в вашу жизнь? Вышла карта возрождения. Вы знаете, у этой карты очень интересные значения. На самом деле, действительно, вы переходите как будто бы в жизни на новый уровень. Что спешит в вашу жизнь? Именно возрождение и спешит. Возрождение вашей натуры, вашей жизни. Может быть, каких-то даже иногда отношений. Но проблема здесь в том, что те люди, которые с вами будут не на одном уровне, они из вашей жизни уйдут. Потому что мы все должны быть на определенном уровне развития с теми, кто является нашим окружением. С кем мы общаемся. Если мы понимаем, что уже поднимаемся куда-то, а человек или люди остаются на прежнем уровне, мы не можем с ними общаться. Нам сложно. Вот в этом суть карты. Да, вы идете вперед. Вы духовно растете. Вы переходите на новый этап жизни. Это спешит в вашу жизнь. И, конечно, некоторые люди отпадут. Но придут новые и останутся те, кто с вами на одном. На одном волне, на одном уровне. Карта классная. Она, причем, самая первая в колоде. И, конечно, мы здесь видим небесные светила. Мы здесь видим ребенка. Шари. То есть, возможно, если вы вдруг хотите беременность, конечно, эта карта может означать беременность. Вполне беременность, рождение ребенка, известие о беременности. Но также это просто зарождение нового вас, нового человека. Вы можете резко поменять деятельность, переехать или даже поменять страну проживания. Вы можете резко поменять в личной жизни партнера или партнершу. Такое тоже бывает. Но только по вашему решению это все идет. То есть, это не то, что вас жизнь заставит поменять вашего любимого человека. Нет, это если только вы захотите это сделать. Давайте еще карту достанем. Здесь мы видим десятку материи. Она говорит о том, что вас ждет неожиданная находка. И опять мы видим ребенка. Для кого-то это очень большой знак. Что спешит в вашу жизнь? Ребенок. Может такое быть. Но также десятка материи. Жизнь мужчины изменилась раз и навсегда. Он шел по лесу, увидел на камне ребенка. Он очень удивился. Ребенок милый, ребенок замечательный. Или замечательная девочка. Может быть такое. Он умиляется, он счастлив. С одной стороны. А с другой стороны. А что мне с ней делать? Бросить я ее здесь не могу. Он ее унесет домой. И у него начнется новая жизнь. С маленьким ребенком. Ребенок и плачет. Его и кормить надо. Понимаете? Это ответственность. И эту ответственность человеку придется взять на себя. То же самое с вами. Вашу жизнь спешит. Может быть ребенок. Но и при этом ответственность. Новая жизнь. Новое дело. Новое творчество. При этом ответственность. Вам придется ее проявить. Вам придется взять это на себя. Новая жизнь. Она всегда предполагает кучу работы. Когда мы все окружающее пространство переделываем. Представьте, что вы переедете в другую страну. Вам и язык придется выучить. И обустроить новый дом. Или квартиру. Может быть какое-то время снимать. А потом переехать. И устроиться на работу. Оформить документы. Куча проблем. Согласитесь. И это все ответственность. Поэтому в вашу жизнь спешат кардинальные какие-то перемены. Очень серьезные и важные. Давайте теперь смотреть послание вашего ангела-хранителя для вас. Через второго ангелов. А ведь оно сейчас очень вам нужно. Раз у вас грядут такие кардинальные перемены. Выпала карта справедливость. Вера и решение. Это послание архангела Рагуила. Вот помолитесь этому архангелу. Делайте то, что вы считаете правильным. Будьте верны самому себе. Говорит эта карта. Вам нужно отдавать себе отчет. Что вы не идете ни у кого на поводу. А делайте именно то, что считаете правильным. Вот это самое главное здесь. Поэтому еще знаете, как могу сказать. Если старший аркан выпал из второго ангелов, то действительно рядом с вами ваш ангел-хранитель, он есть. И возьмите на заметку архангел Рагуил. Может быть найдете молитву, помолитесь или просто поговорите с ним своими словами. Такая вот первая позиция. Идем на позицию номер два. У нас флоритовая пирамидка. Что спешит в вашу жизнь? А вот это карта ведьмы. Девятка материи. Это когда девчонка что-то задумала и пришла к ведьме просить совета или просить сделать ритуал и обряд. В вашу жизнь спешит какой-то такой ритуал. Общение с ведьмой. А может быть обучение ее мастерству. Обучение каким-то, ну как сказать, ну например гадательным системам, ритуалам, ритуальной магии, рунам и так далее. Что вам больше нравится, напишите. Вы будете развиваться в этом направлении, в направлении магии. Это спешит в вашу жизнь, вам это станет интересно. А если вы точно знаете, что не станет, что не станет, то вы пойдете за услугами, за услугами к такому человеку. И эти услуги вам окажут качественно. Ну также это может быть общение с более старшим человеком. Совет, да, совет. И совет вам дадут цены. И вы разрешите какую-то свою проблему. Это спешит в вашу жизнь. Однозначно. Ну давайте смотреть еще карту. Мы здесь видим восьмерку материи. Какая-то женщина, ну мужчину использует, давит на него, приворожила. А вторая следит за этим. Карта показывает здесь, что может быть вы здесь пойдете к практику, избавлять мужчину от приворотов. А может быть такое, что идет манипуляция, любовный треугольник и манипуляция. И вы узнаете об этом, что кто-то манипулирует человеком, которого вы любите. Есть более такие широкие значения, конечно, этой карты по восьмерке материи. Что вы, допустим, обучаетесь экстрасенсорике, эзотерике, магической практике, гадательным системам. Но на вас есть какой-то негатив. И пока вы от этого негатива не избавитесь, очень сложно продвигаться вперед по духовному развитию. Вам придется очиститься. То есть карты говорят, что в вашу жизнь приходит осознание того, что вам пора очиститься. Как-то попытаться привести свою жизнь в порядок, очистить свои мысли, избавиться от негативного мышления. Использовать, может быть, медитации, аффирмации для того, чтобы подниматься все выше и выше. Или прогнать свою энергию кундалини по позвоночнику вверх, чтобы прочистили все каналы. И чтобы вы могли действительно здраво, адекватно оценивать свои возможности в жизни и продвигаться вперед. Может быть, вас посетит после этого творчество какое-то. Видите, у нас выпадает шестерка материи. Полет идет. Действительно, у вас после этого может быть полет какой-то или поездка. Полет на самолете или поездка. Ну, давайте смотреть дальше. Может, кстати, переезд быть даже. Но именно после ощущения, осознания вот этого, да, что своей силы какой-то, которая действительно у вас присутствует. Просто блоки какие стояли, и вот эти блоки надо убирать. Теперь смотрим совет от вашего ангела-хранителя. Пятерка жезлов выпала. Конкурирующие цели, скучные детали, конфликт. Ну, конкурирующие цели, это понятно. Это когда вы хотите одного и другого одновременно, и третьего, и пятого, и десятого. И одно противоречит другому, и другое противоречит еще и третьему, да. Вам нужно поставить какую-то одну цель, а не конкурирующие цели. Понять, чего вы хотите. Ангел-хранитель ваш уже давно, видимо, знает о том, что вы хотите много разных вещей сразу. А вам нужно хотеть чего-то одного. То есть определиться. Это факт. Более того, конечно, пятерка жезлов показывает, что у вас могут быть конкуренты в бизнесе или в любви. И ангел-хранитель говорит, что чтобы их не было, да, конкурентов, нужно решить конфликт. Нужно как-то расставить точки над «и». Нужно действовать очень по-умному, очень прямо, может быть, в некоторых случаях, да. А где-то надо обходные пути искать, поэтому нужна еще карта. Шестерка мечей. Шестерка мечей. Конец трудной ситуации. Пора отправляться в путешествие. Вот одним из решений ваших проблем и даже ваших проблем с соперничеством и конкурентами, и даже с конкурирующими целями решить можно. Именно с помощью какого-то путешествия, поездки. И это действительно трудная ситуация у вас закончится. Ваш ангел-хранитель за то, чтобы вот эта ситуация закончилась. И вы сейчас, наверное, поняли, да, уже как вам, ну вот, что вам нужно определиться, одну цель поставить, в которую вы пойдете. И что какая-то дорога решит очень много проблем. Ну, вот такая вот позиция интересная выпала. А мы идем с вами дальше. Позиция номер три. Агат. Что спешит вашу жизнь? Восьмерка... Ой, пятерка материи, извиняюсь. Эта карта, она, знаете, как показывает. Вот не хочу ничьей помощи. Сидит человек на плоту. Никто мне не будет помогать. Я сам хочу выбраться. Почему эта карта именно это означает? Вот видите, он пишет письма, да, и отправляет бутылки. Ну, когда эти письма дойдут, ну, неизвестно, да, у нас неизвестно. Но он просто дрейфует по морю. И мы понимаем здесь, что этот человек хочет побыть один. Первое, да, хочет побыть один. И второе, хочет сам справляться со своими трудностями. Он бы давно попросил помощи, покричал бы и так далее. Да, или греб бы руками на этом плоту. Он сидит спокойно, пишет письма. Поэтому у вас в окружении, может быть, есть такой человек, да, который в скором времени, вот что спешит в вашу жизнь, решит уединиться и решать сам свои проблемы. Чтобы вы не могли ему помогать. Дайте добро этому человеку. Это очень важно. Иногда нужно давать свободу другим, чтобы они справлялись со своими трудностями. Иногда нужно давать другим повариться в каше, какаше, как я всегда говорю, да. Не хочешь, чтобы тебе помогали варить в каше, какаше. Хлебни вот этого вот трудного того, что ты хочешь, там, не знаю, любых проблем. И, ну, не хочешь, чтобы тебе помогали, вот хлебай прям ложкой. Вам нужно вот так вот свободу этому человеку предоставить. Это обязательно. Ну, смотрим дальше. У вас идет карта демоны. Демоны означает, что, ну, запретная любовь, связь, порочная будет предложена. Или она у вас уже в жизни есть. Ну, обычно, что спешит в вашу жизнь, это либо новая порочная связь, либо продолжение старой, да. Но с удвоенной силой, потому что идет между ними очень сильный сексуальный интерес. Но они знают, что им это делать нельзя. Вот. Если вы полностью отрицаете факт того, что вы можете кого-то захотеть страстно и запретно, то карта говорит о том, что вас жизнь будет чем-то другим соблазнять. Например, лихими денежками, да. Или еще чем-то таким. Ну, например, давай посплетничаем за спиной у кого-то. Будет такое соблазнение, будет такое предложение, так скажем. Нужна еще карта здесь. Здесь идет четверка материи, что спешит в вашу жизнь. Какой-то человек начнет по вам скучать, рвать на себе волосы, чего раньше не было. Это может быть, не знаю, даже сын ваш, дочь, с кем вы имеете конфликт, например, или не разговариваете, родители. А может быть, любимый человек, бывший человек любимый, естественно. Вот кто-то поймет в скором будущем, что с вами было общаться и хорошо, и приятно, и состоять в каких бы то ни было отношениях. Но поезд ушел. Человек очень переживает, что этот поезд уже ничем не вернуть, да. Идет ситуация тоски, переживаний, чувства вины, раскаяния. Этот человек может прийти и покаяться, естественно. Примите вы этого человека или нет, это уже решать именно вам. И смотрим послание от вашего ангела-хранителя для вас. Вышла четверка мечей, пришло время отдыха. Дайте себе больше времени, чтобы принять решение. Размышляя над проблемой, вы с легкостью сможете найти ответы на многие вопросы. Да, для того, чтобы принять решение некоторое в ближайшем будущем, вам лучше именно уединиться, отдохнуть и подумать. Потому что вот особенно, допустим, насчет прощения, да, насчет связей, насчет того, чтобы, ну, не хочет человек вашей помощи, ну и не надо. Это действительно нужно какое-то спокойное уединение или спокойная обстановка, чтобы вот такие решения принимать. Ангел-хранитель за вас, но он хочет, чтобы вы все обстоятельно решили. Вот такая вот позиция. Идем дальше. Четвертая позиция. Что спешит вашу жизнь? Клетка. Клетка означает отнюдь не тюрьму, а эмоциональную тюрьму. То есть, когда человек не хочет никого не видеть, не слышать, никаких поклонников, поклонниц. Здесь люди тянут к вам руки, а вы от них отворачиваетесь. Вы будете очень популярны для противоположного пола или очень подвергнетесь большому вниманию окружающих людей, которые захотят с вами много разговаривать, но вы этого хотеть не будете. И будете несколько игнорировать это внимание. То есть, карта показывает именно внимание, много внимания. А человек имеет, как говорится, эмоциональную тюрьму, когда он прячется от других и не хочет раскрывать им душу. А они очень этого хотят. Дальше идет освобождение этой энергии. Девятка энергии. Вы действительно раскрепоститесь, решите, что пора открыться миру, начнете больше общаться, разговаривать с людьми, переживете какую-то свою грусть, печаль, так скажем, тоску или, может быть, апатию. И решите, что пора начать жизнь в каком-то смысле с нового этапа. Новый этап в жизни пора начать. И у вас идет карта страсть. Она говорит о том, что это неспроста вы выходите из этой эмоциональной тюрьмы. То есть, идет ситуация, когда возникает очень сильный интерес к кому-то, к чему-то. Ну, страсть бывает и к делу, к какому-то увлечению. То, что вас очень вдохновляет. Ну, или к человеку. Вот, может быть, мужчина, женщина, там, неважно. Кто-то вас так вдохновит, что вы решите даже, может быть, творить что-то начать в своей жизни. Но именно на эмоциях страсти, когда ты к кому-то, к чему-то привязан очень сильно. Когда ты полыхаешь весь от этого чувства. Ну, давайте смотреть послание для вас в этих условиях ангела-хранителя. У вас попадает паш-чаш, интуиция, восприимчивость, артистизм, дружелюбие. Новый человек входит в вашу жизнь. Отношения вступают в новую фазу. Усиленные духовные способности. Ну, вот, либо с кем-то обновите отношения, либо у вас появится любимый человек. Если вы совсем никого любить не хотите, и у вас, там, не знаю, 85 лет брака, карты показывают здесь, что идет страсть к какому-то делу, увлечению. И вы будете всецело этим делом поглощены. Ну, вот такая вот у нас четвертая позиция. Идем к позиции номер 5. Горный хрусталь. Что спешит в вашу жизнь? Давайте смотреть. Вышла карта госпожа... Ой, господин материи. Ну, деньги. Деньги, но от кого-то. Вот как будто бы с помощью чьей-то. Вы... Вам идет поток изобилия в жизни, да? Вот идет богатство, изобилие, сильное прибавление в деньгах. Но как будто с помощью какого-то человека. Возможно, мужчины. Идет ситуация, когда, допустим, может быть, даже подарок какой-то очень дорогой. Или, мол, посоветовали на работу прийти к кому-то, да, вот и помогает человек заработать. Или бизнес свой как-то вот с кем-то, может быть, по чьей-то указке, по чьему-то совету, протекция чья-то. То есть, ну, видно здесь, что очень сильное прибавление именно в деньгах идет. Также выпадает тройка энергии. Она показывает, что вы будете думать, вот, один вариант или другой. Что вам что-то нужно будет выбирать, очень тщательно выбирать. И выпадает четверка энергии. Может быть, выбор касается даже беременности. Потому что выбирать, рожать или не рожать, например. Оставлять ребенка или не оставлять, тоже вариант. Но также эта карта может означать, что вы можете выбирать между духовным развитием и материальным достатком. Между тем, чтобы быть с партнером, который обеспечивает, или партнер, который по сердцу. Вот этот выбор вам предстоит, и вы будете выбирать душой, сердцем однозначно. Ну, давайте смотреть теперь. Ну, это даже может быть между двумя работами, да, выбирать. Вот, нет денежную работу или творческую работу? Ну, вот вы вроде как хотите сердцем выбирать, да? Ну, и давайте смотреть от ангела-хранителя вам послание. Семерка мечей. Иллюзия того, что вы можете попасть в ловушку. Вам не хватает уверенности в себе. Боязнь принять решительные меры. Вот видите, решать вам будет очень сложно. Но ангел-хранитель, он вам намекнул, что это именно иллюзия. Что вы не уверены в себе. Будьте более уверены в себе. Потому что восьмерка мечей, она здесь показывает, что нужно быть более уверенным в себе. Идти вперед на пролом, несмотря ни на что. Тем более, что у вас есть какие-то желания, да? И вы должны поступить именно так, как хотите, с сердцем и душой. Ну, вот такие у нас были пять позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации, поясновидения, на ритуалы. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok